Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, каких конях, а точнее последних квотеров нам добавили сегодня, поговорим о том, что можно ожидать и что точно можно ожидать на следующей неделе. Так что вседлайте своих коней и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok И я до сих пор удивлена, что разработчики добавили их так быстро, и я, если честно, думаю не только я. Есть такие люди, которые скучают по тем временам, когда в обновлении, которое было раз в месяц, добавляли трёх разных лошадей. Это были новые масти разных пород. И это было, по мне, так прекрасное время, по которому я очень сильно скучаю. А сегодня нам постоянно добавляют то всех кнабов, всех тинкеров, всех квотеров. Нету никакой неожиданности, и по мне так это очень-очень вкусненько. А тем не менее, сейчас давайте посмотрим, каких же квотерхорсов нам добавили в этом обновлении. И, кстати, в этот раз нам добавили... точнее не добавили, а перенесли квотерхорса, который стоял в Форт Пинте. Теперь надёжно стоит у нас здесь на ранчо Старщайн, и теперь все доники абсолютно заняты, и понятно, что больше никакая лошадь здесь уже продаваться не будет, кроме всех квотеров, которые сейчас здесь стоят. В этом обновлении нам добавили 4 квотера, как, по-моему, и в прошлый раз, чему я удивляюсь. Раньше было всегда только по 3 лошади, 4 это была редкость. Нам добавили Чубара Серую, Тёмно Буланую, Игренево Каштанную и Мышастую. Вот такие вот масти нам добавили, мне бы ещё понять, какая из них какая, уж такой не знаток я мастей, к сожалению. В общем, вот такая вот первая лапушка у нас стоит, мне очень нравится, какой у неё оттенок гривы и хвоста, такой приятный масти у этих лошадок. Так, этих мы уже знаем. Вот такая вот симпатяшечка тут стоит, мне, если честно, правда кажется, в моих... Но для меня эта лошадь ассоциируется с какой-то уже такой повидавшую жизнь старым конём. Я не знаю почему, но почему-то вот так вот он у меня ассоциируется. И, да, прости конёхай, но я не созна. Следующая лошадка, вот такой вот красавец с полоской по спине, который идёт до хвоста самого, как у Спирита, и с тигринами отметинами на ножках. Очень классная масть, мне она очень сильно нравится. Если бы не вот эта шея, я бы, наверное, купила ещё несколько квотеров, но мне вот... Мне только шея на самом деле мешает это сделать. И добавили вот такую замечательную масть, как, кстати, у меня такой масти есть канемара. И мне очень тоже нравится эта лошадка, но я её не буду покупать, потому что, во-первых, шея, которая мне не нравится, а во-вторых, у меня есть похожие канемары, прям вот чуть ли не в точь-в-точь. И поэтому пусть вот эта лошадка стоит здесь и ждёт своего другого хозяина. Так что теперь у нас абсолютно здесь все квотер-хорсы. И мне, если честно, нравятся абсолютно все масти, но на фоне всех выделяется чёрно-белый, я его считаю каким-то элитным, и из-за этого он мне что-то как-то не очень, наверное. Но, в принципе, все масти вышли очень милыми, каждому на свой вкус. Моделька вышла очень шикарная. В общем, у неё очень всё нравится. Надеюсь, я не одна такая. Я уже знаю, кстати, у меня в клубе есть человек, который скупил практически всех квотеров до того, как добавили этих читеров. Но, возможно, он и этих читеров скупит. Единственное, кстати, что мы ждём больше всего, это на следующей неделе разработчики, так и сказали, добавят, наконец-то, нагавки и недоустки, которые я ждала больше всего, больше, чем, наверное, самих квотеров. Но единственное, о чём я задумалась, разработчики сказали, что вся новая последующая выходящая амуниция не будет надеваться на лошадей поколения 1, 1.5 и 2. Если что, поколение 1.5 это второе обновление наших начальных лошадей. И я так расстроилась, что если это действительно будет так, то получается, ладно, нагавки. Нагавки-то можно не на всех лошадей одеть, но вот недоустки, первые недоустки в ССО нельзя будет надеть на некоторых лошадей. Это, мне кажется, полное вообще взмущение в моей душе, потому что я бы хотела одеть недоусток на старого квотера, на старых началок, на старого фьорда. В общем, очень обидно, если действительно недоустки нельзя будет одевать на старые модельки. И даже не только на старые модельки, а на модельки поколения 2. Чтобы вы понимали, я ещё была в полном возмущении, что новые вестернские сёдла нельзя одеть на мустанга. Вы вообще представляете, какое это возмущение? В общем, ждём просто следующей недели, что добавят с недоустками, нагавками. На кайво всё-таки можно их будет одеть. И будем сидеть, возмущаться и радоваться. И очень интересно, кстати, сколько будут стоить недоустки и сколько их добавят сразу. А сейчас, кстати, у нас ещё и началось удвоение. Так что, если хотите купить себе немножечко СК, советую побежать и сделать это. Потому что, как всегда, акция действует все выходные до понедельника, до 12 или до 2 дня. И покупайте лошадок, амуницию. В общем, всё, что вы хотели купить, но у вас не было до этого СК. А на этом обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Понравилось ли вам, как вы относитесь к такому резкому добавлению всех квотерхосов, даже в приложении, который уже добавлен. Нравится ли вам породы, или, как и мне, вам не нравится их опущенная шея. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!